привет ребята это илья и кямсев это программа почему программа я говорю все время это подкаст мята мята про то как я разрушаю вселенную путем каких-то минимальных действий или просто лежа на диване или что-то еще который происходит со мной почему-то самостоятельно ну в общем скорее всего то что и любопытный окей сегодня несколько тем самое первое это вот сегодняшнего дня когда это записываю сегодняшний понедельник с 1 февраля до вела госдума закон о том что нельзя материться в интернете это очень плохо и вот конкретно сегодняшнего дня вы как выписывают разные предписания для разных социальных сетей и других мест что это очень плохо ну что ж теперь у нас придется более креативно что-то придумывать как-то подбирать слова делать какие-то нюансы безусловно это приведет какому-то росту наших с вами творческих усилий потому что вот этот идиотизм он просто заставляет голову варить и с ним все нормально потому что ну как бы всегда можно найти какое-то второе слово я считаю и это ну просто я думаю творческая задача которая по силу любому человеку который умеет разговаривать назвать это же свойство каким-нибудь другим словом и ну не знаю я ну просто постарайся уж теперь ведь наше государство действительно важно для людей у которых все в порядке с головой и оно куда-то идет вот в общем в новом мире с вами господа живем уже с нового года и идем вперед семимильными шагами это одна из новостей которая меня очень сильно затронула и сердце мое теперь я вынужден думать и я даже не знаю что будет и куда мы дальше поедем примерно так ребята очень странно представляете у вас из жизни исчезли какие-то слова в один момент то есть вы их не можете больше говорить а вещи которыми вы их называли не исчезли очень странно хорошо но это небольшая тема все понятно что делать вторая который мне важно в интернете слова пас но в интернете снова послали кого-то нахуй кто-то в частности семён слепаков зашел в интернет и пошел нахуй очень быстро с большим ускорением на пердячим пару доказывая всем что он депутат категории а у него есть деньги все такое но вместо этого он получал все больше и больше посылов нахуй потому что семён слепаков очевидно не знает никакого другого чувства к себе кроме любви и он решил что это любовь она искупает все есть такое старое выражение деточка это же интернет тебя могут здесь послать нахуй и мне кажется что это ну типа часть жизни то есть интернет это не единственное место где тебя могут послать нахуй давайте скажем честно любое место на свете это место где тебя могут послать нахуй это буквально такое вот ты идешь просто по улице зашел за угол начал что-то делать и тебя нахуй послали мне 42 года в моей квартире нет ни одного угла где бы меня нахуй не послали Вот и все, что я знаю. Я готов, блядь. Я идеальный, идеальный человек. Меня посылали на публике, без публики, в частном порядке, кто еще, как. Все такое, я такой, а что такого? То есть, что ты за человек, который не может сходить нахуй просто потому, что тебе сказали? Ну, типа, ты ни с кем не работал, ни с кем не разговаривал, не общался, не вылазил на сцену, не пытался предъявить какую-то инициативу кому-то. Что у тебя за жизнь такая? Ты в коробке живешь? Потом очень важный момент, когда тебя нахуй посылают, это предельно понятное отношение к тебе, это очень легко тебе становится, но это разгружающий момент. Ага, этому человеку не нравится то, что я делаю. Этот человек не любит меня или еще что-то произошло. Спасибо, он не стал ходить кругами, не стал заглядывать в глаза, не стал обманывать тебя хорошим отношением. Он просто сказал тебе честно в лицо. Не можешь перенести. То есть, я считаю, что это вот чисто эго на людях выглядит человеком, который никогда в жизни такая вот, ну, целка нахуй. Вот другого слова даже подобрать не могу. И тут, значит, у нас оказывается Семен Слепаков, дядька, основная деятельность которого это работать на корпоративах и петь очень лихие песни про то, как жизнь не сладко устроена, иронизировать над властью. Вдруг написал какой-то пост про либералов. Отчасти, я его могу понять, он обязан сосать начальственный хуй, потому что это Семен Слепаков, и его зарплата напрямую зависит от того, насколько он хорошо относится к текущей власти. Скажем так, это причина, почему он зарабатывает столько денег. Ну, это, знаете, из наших, а вот у нас Остряк, значит, такой опасный очень, говорит, знаете, про что нам иронизируют по президента? Это был тяжелый год. Ох, как остро социально. Типа, я думаю, даже Владимир Путин сказал бы, ах, подметил тяжелый год каждый раз. Удивительно, конечно, потому что если, в моем понимании, если ты поступаешь публично, если ты буквально выходишь за пределы самого себя, начинаешь разговаривать с кем-то, то быть посланным нахуй – это просто постоянная опция. Есть деликатные люди, которые как-то могут это сказать, есть неделикатные люди, все такое, но смысл-то послание один. Иногда это больно, иногда противно, привыкнуть к этому, наверное, никогда невозможно. Бывают такие, знаете, сорта посыла нахуй, когда ты не ждешь. Ну, например, ты лежишь там где-нибудь в море с медузами, так приподнимаешь голову, на тебя едет катер, пошел нахуй, ты не ожидаешь. Это не то место, где ты ожидал быть посланным нахуй, заплатив за это много денег, согласитесь. Ну, и я так понимаю, что Семен Слепаков по привычке, выступая в своем поле, внезапно решил выразить любую мысль, и выразил он против людей, которых бьют. Я не знаю, там, наверное, нет такого понятия в его жизни подонок, но есть зато понятие глор, то есть человек, нашедший выгодную сторону в конфликте. То есть их очень много. Я когда говорил про СССР, мне объясняли эту позицию, она в каком-то смысле нормальная, но то, что человек умеет адаптироваться, я знаю. Прожить в каких-то условиях, сохранить свою зарплату, что-то сделать. И таких людей тоже очень много, очень многие адаптировались, и лишь бы не было потрясений, иначе нам придется тратить калории на адаптирование к чему-то еще. Старость не в радость, ребят. Сам понимаю, да. Но с другой стороны, господи, ты же комик. Это твоя работа комика, очень четко показывать в какое-то место, выражать его другими способами, открывать, ну, в принципе, людям глаза. То есть ты как комик, ты всегда сообщаешь новую важную информацию. У тебя мозг работает там очень сильно на аналитику, на отстаивание своей позиции и так далее. Ну, главное, что он выложил не то видео, где менты пиздят людей, задерживают, 5000 человек задержали. Сейчас он выбрал то видео, которое, ну, прямо скажем, какое-то оно, ну, вот, херовое, что ли. Ну, и когда, главное его поведение, когда ему начали пихать хуев в панамку, он начал постить, как вот это, как телка, на которую случайно обратили внимание, что она пишет хуйню. Я не знаю, откуда это берется, потому что для меня мужчина, сколько там, 40 с чем-то лет, который не умеет разговаривать в соцсети, это какой-то нонсенс. Ну, у нас такой страной управляет, поэтому все они примерно такие, типа, запрещают слово хуй в интернете. Лучше бы у себя хуй запретили, было бы больше пользы, блядь. Меньше кого пришлось пристраивать на работу. Так я пытаюсь сказать, что это комик. И я не понимаю, что это за комик Семен Слепаков, которого ни разу в жизни нахуй аудитория не посылала. Из чего твоя жизнь состояла? Это же публичное, это публичное унижение, вся комедия. То есть пока у тебя не получится, ты обосрешься миллион раз. Потом, может быть, будет какой-то результат. А может быть и не будет. Ты идешь дальше. Знаете, я был, я понимаю чувства, но я не понимаю поведения. То есть он пошел и говорит, вот вы, люди. Смотрите, есть две стороны. Одну пиздит палками, а другую не пиздит палками. И показывать пальцем и говорить, мне так же плохо. Нет, давайте кто-нибудь отпиздит палкой для начала. Посидишь в СИЗО, тебя не будут выпускать, не будут тебе допускать адвоката. Подсыпят тебе новичка. Потом, значит, твою жену задержат. Будут все тебя оскорблять. Все абсолютно ненавидеть. Менты бегать за тобой по другим государствам. А ты потом попишешь, насколько тебе плохо. Ну, просто хер его знает. Как можно соизмерять? Нет, я видел кучу таких людей. У человека так ногу оторвало. Он говорит, ой, я тоже вот укололся вчера. Так вот шел и пальцем, знаешь, у кого кровь была. Пиздец. Человек без ноги перед ним сидит. Ну, окей, ладно. Я понимаю, маленькие трагедии в жизни. Но я вам честно скажу, очень простой способ есть стать нормальным человеком. Если кого-то пиздит, не надо радоваться. Не надо иронизировать. А вот таких вот людей особенно много. Я их знаю. Они ходят по краю. Знаете, есть такое понятие пассивная агрессия. То есть, типа, я здесь ни при чем, но я вам очень умную мысль скажу сейчас в тему нашего разговора. А неплохо, конечно, что его отпиздили ни за что, потому что у этого есть причины. И он знает и причины, он знает слова, он знает все. Ты думаешь, вот же сука. Ну, просто этого не должно было быть вообще. Этому не надо искать причин. Это явное нарушение закона. Это очевидное все. И то, что ты на выигравшей сейчас стороне, да помолчи ты, епта. Ну, тебе не надо ничего делать. Я понимаю, что Киркоров всю жизнь сосал хуй при деньгах. То есть, вот все, это его основная работа. И он понимает, что это будет его успех. И никто даже не сомневался в том, что он возьмет деньги от всех, кто дает ему деньги. И порадует, потому что, ну, как бы, он всегда на теплое идет. И никогда не путает его с мягким. Это очень важный момент. В общем, ребят, здесь очень странная ситуация для меня по части того, что... Ну, смотрите, может быть, я иронично отношусь и наивно отношусь к комедии. В том, что я очень часто попадался на это. Я думал, что у комиков там понятие свободы слова одинаковое, понятие каких-то... Ну, вот какое-то лихое, что ли, вот такое, интересно с ними. Но чем больше я в этой комедии живу, тем больше понимаю, что комики – это душнилы в основном. Душнилы ебаные, я бы даже сказал. Вот как Слепаков, например. То есть написал три песни, блядь, подписался на него в Инстаграме сколько-то людей. И теперь я могу быть. Смотрите, я уже говорил про Мартиросяна и все такое. Они одинаковые. Это просто старые люди. Старые люди, которых никто нахуй их мнение не спрашивал, блядь, по тому, как происходит. Ты мог поддержать слабых, ты поддержал сильных. Твое право, но издеваться и глумиться над людьми. Бля, извини. И второй момент. Те вот самые слабые, они достаточно сильны в интернетике. Твой начальник, сука, не пользуется интернетом. Ему пишут на бумаге, что там происходило. Ну, настолько это старый дед. И я не могу даже прокомментировать это, вот насколько это было уебищно, как он показывал всем, насколько его травят. Очень круто быть травимым, сидя на берегу моря. Господи, как мне больно. В инстаграме, сука, блядь. Ох. В общем, смотрите, Семен Слепаков, человек с замечательных достоинств, играл в прекрасной команде, написал несколько хороших песен и так далее. Но в один день стал человеком, которого, ну, как бы, не западло и нахуй послать. Такие дела. Поэтому, ребят, если вы думаете, что главное ваше свойство – это не быть посланным нахуй, я вам скажу, в жизни главное свойство быть посланным нахуй – идти дальше по своим делам. Вот что я предполагаю. Семен, конечно, пойдет по своим делам и дальше, наевшись говна. Но суть в том, что он никаких выводов, конечно, не сделает, ни на какую сторону не перейдет. Просто это уже старость, ты кристаллизован, ничего кроме этого не имеешь, другое жизнь не видишь. Поэтому, ну, извини, помирать тебе вот с этими дедами, со всеми в очень хороших условиях, я уверен. Да, каждый день вот какое-то, блин, разочарование у меня идет. Просто... Не могу. Ладно, вторая важная новость для меня была, по-моему, у меня пошел овердос уже, оверлоуд всех этих новостей с улиц. И, ох, как вот смотришь на Беларусь и говоришь, ну, у нас не совсем так теперь. Смотришь на Беларусь и говоришь, ну, у нас так же, в общем-то. То есть у нас страна прям с каждым митингом идет все в ту же сторону. То есть никакого ответа, кроме как силового, на всю эту херню нет. И стало уже понятно, и я не выходил. Это моя позиция, она не выигрышная в мое время, и она не соответствует тем идеалам, к которым я иду. Я уже объяснял в прошлом подкасте, по какой причине, собственно, это происходит. Но я просто, у меня все нервы выгорели смотреть это и возмущаться, и делать какие-то другие вещи. Я действительно принял решение все-таки сделать прививку, дописать этот самый свой концерт, выпустить и уехать к херам из страны, потому что, ну, как бы гештальт я хотел бы закрыть. Но я думаю, что с текущими событиями все, о чем я рассказываю, будет, мягко говоря, не очень нужно. Мне вообще сейчас очень трудно строить будущее. Я как-то пессимистично очень к нему отношусь. И страшно вроде бы, да, ну, то есть в 43 года. Я уже в 40 лет переезжал, и это было неприятно. Сейчас я более, как сказать, успешный в переездах и опытный человек на целый один переезд в другой город, но все равно мне именно из-за этого, наверное, мне кажется, да елки ты палки, вот эта вот вся история большая. Ни один план, я знаю, не сработает. Нет ничего из того, что я ожидал на месте до переезда, не будет таким же, как и после. Поэтому, ну, посмотрим, куда это все приведет. В любом случае, у меня нервный срыв был. Я, короче, наверное, правильно сделал, что на два дня выключился полностью из мира, закачал Warcraft. Я знаю, что я в него могу уйти надолго и просто не выходил оттуда долгое время с криками, с матом, с руганью и другими вещами. Но, ладно, я сейчас понял, что как бы организм меня спас от того, чтобы я сидел, мониторил все воскресенье, что происходит. Просто, наверное, бы слег херам с нервами. Вот. Мне надо перестать так сильно переживать за все, и надо что-то вот сделать с этим самым состоянием. Я, к сожалению, ничего кроме этого сейчас не вижу. Я до сих пор не понимаю, как можно быть равнодушным вот, ну, или показывать равнодушие к тому, как бьют людей на улицах. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно быть равнодушным, как тому кто-то, очевидно, столько крадет. Очевидно. Ну, просто там даже не отвечают, там просто бьют людей. Для меня это не надо даже доказательств. То есть я бью тех, кто выходит против этого, да я воровал. Ничего не надо. Просто я вот, нет ничего. Или это что-то как-то. Ну, это уж слишком запредельно получилось. Хорошим новостям, ну, кроме вот моего этого срыва. Я надеюсь, для тех людей, которые ставят мне дизлайки под моими видео, постоянно причем, вот, я надеюсь, что эта новость вас сильно порадовала. Вот прям для вас сегодня работаю. С другой стороны, ну, стало понятно, они начали называть фамилию, фамилию Навального, то есть удивительно. Завтра будет суд, понятно, что его упекут лет на 10. Ну, у меня нет никаких иллюзий. То есть, типа, все сядут в результате. Просто это очень сильно ускорилось, понимаешь. Деду не пришлось доживать до маразма, до полного маразма, для того, чтобы показать, кто он такой. Я думаю, что в этом очень сильная историческая фигура Навального. Я не знаю, что будет, но он ведь реально лучший, у него лучшее журналистское агентство сейчас в России, потому что как-то так получилось. Он может говорить от себя, наверное. Вот. Или вот он настолько сильно проявил их. Вот понимаете, вот как бывает, вот это как фотографии со светом. Вроде если свет плохо расположен или никак расположен, нейтрально расположен, все-таки вроде обычные люди, обычный день куда-то. И вдруг ты ставишь свет, и в этом свете все проявляется. Что-то резче, какие-то нюансы ты видишь лучше, разбираешься лучше, у тебя какое-то мнение появляется по этому поводу, отдельное. И вдруг все становится понятным. И вот это та самая история, с которой я столкнулся во всей этой байде. Ладно, ребят, сегодня очень короткий подкаст. На неделе выйдет еще видео. Короткий он не потому, что мне особо нечего говорить, честно говоря. Я выгорел, наверное, и выдавился. Вот то, что произошло серьезное, я говорю. Про несерьезное на этой неделе выйдет видео, где я пытаюсь отвлечься от всего происходящего, хоть как-то уйти в внутреннюю эмиграцию. Ну и пока горит эта лампочка, типа, мне пора заканчивать. Ну, значит, и пора. Ладно, ребята, пишите в комментах что-нибудь жизнеутверждающее. Сами не болейте. Помните, что все на свете проходит, в том числе и мы с вами. Я надеюсь, что я сдохну более счастливым, чем есть. Хотя, блядь, я пиздец злой человек. Я про себя понял. Наверное, мне с этим уже жить до конца. Давайте. Меня зовут Илья Ямсев. Это была Мята-Мята. Программа про разрушение Вселенной. И про комедию сегодня. Вот уж как получилось. Давайте пока.